Какое впечатление у тебя вообще оставляет Артемий Лебедев? Вот мне кажется, в каком-то смысле он такой человек, который имитирует какой-то логический, мыслительный процесс и уверенно потом это выдает как за некую такую аксиому, истину, правду. Да нет, мне кажется, он не имитирует, он такой скользкий уж, ну или как он там, значит, скользким противным инфокотом называет Арестовича, его дудь сразу переспрашивает, а ты кто? А я не такой, я норм. Но на самом деле, мне кажется, там есть такая попытка, которая и сам Лебедев это подчеркивает в интервью постоянно, что ему говорят спасибо за то, что он помогает людям свыкнуться с такой реальностью, которой она сложилась, и получать от этого какое-то удовольствие. И можно увидеть вообще во всем, что он говорит, такую версию приемов риторических Путина, когда Путин обычно, когда его о чем-то спрашивают, он отвечает, а что, в Америке такое не бывает? Конечно, бывает. И вот у Артемия Лебедева, у него для людей, для того, чтобы они, так назовем это, ситуэйшн-шипом, который сложился в России, чтобы все с этим примерять, он более как-то тонко, молодежно и постиронично, он приводит точно такие же примеры, грубо говоря, как и Путин, говорит, ну да, это не очень здорово, не очень здорово, что Рамзан Кадыров заставляет людей извиняться на камеру, вот у меня он заставил извиниться, но в Америке то же самое все бывает. Ты назовешь штат, в котором это бывает? Не назову, но наверняка везде процессы такие. Мне лень, он критически говорит. Да-да-да, так тоже говорит. А потом ему, на самом деле, несложно сказать, когда его поймали на какой-то ерунде, нестыковке, он спокойно говорит, а я обосрался. Я обосрался, но в целом прав. И поэтому, понимаешь, я видел обложки уже у каких-то обзоров, что это провал, ну обложки на Ютьюбе, разумеется, провал Лебедева, но я не вижу в этом провала, на самом деле, да, то есть это такой человек, которому три часа показывали на то, что в логических построениях, как бы самих построений нет, и логики тоже нет, да, которую он приводит чаще всего, да, что его постулаты, они людоедские. Но, тем не менее, он даже, это человек, который падает, падает, ему даже отряхиваться не надо, с него само все осыпается, ровно потому, что он для общения со зрителями выбрал вот такую, как бы постироничную манеру общения, которая позволяет ему выскальзывать, и поэтому, конечно, он выглядит и приличнее, чем Кучера, и чем Цыгановы, предыдущие гости аналогичных интервью Дудя, когда, ну, какие-то сторонники войны, они выступают в своей позиции. Вот у него позиция это просто выскальзывать из рук, и в этом смысле я очень рад, что Юра Дудь очень спокойно, точно и интеллигентно с ним эти все три часа провел, не потому, что Артемий Лебедев этого заслужит, когда выкладывает фейки или когда говорит, что дважды два равно четыре с половиной, и так везде, и во Франции, и в Бельгии, и не только у нас такая херня, вот, а потому что это разговор с довольно широким кругом людей в России, которые вот такую модель взаимодействия, они выбрали для себя правильный, когда лучше сказать, что, ну, война нормальна, потому что все воюют. Ну, как бы ничего такого нет, вот, ассоциантия от меня. И в целом, не знаю, возможно, это как-то нормально, потому что война продолжается, какое-то время еще будет идти, но когда ты настраиваешь себя на позитивщик, то есть я думаю, что можно смириться с множеством вещей, на которые ты не можешь повлиять, но при этом, когда ты сам себя и людей вокруг убердаешь, что Кадыров это нормально, потому что в американских штатах, наверное, тоже такое существует, когда людей заставляют, нагибают и заставляют извиняться, то, наверное, страна никогда не окажется в правильном векторе, то есть нужно хотя бы признавать, что, даже если ты не можешь на это повлиять, что херня это херня, а не то, что аналог этой херни существует где-то еще в мире, и он не очень удачно приводит примеры, и мне кажется, что даже если в какой-то другой стране существует аналог какому-то ужасному явлению, которое существует в России, возможно, нужно речь заводить о том, что в этой стране тоже не все правильно, а не говорить, таким образом мы оправданы, мы можем делать то, что хотим. И вот Лебедев, он как раз справляется с этой функцией, он довольно четко своим зрителям говорит, что весь капец, который происходит, это классно, ну, в смысле, это нормально. Окей. Да, причем, конечно, интересно, он активно, возможно, пытается говорить с теми людьми, вот с молодежью, как ты говоришь, в том числе, например, он только-только вернулся из Великобритании, при этом Россия классная, он говорит всем остальным, в Европе вам счета не откроют, минусуют из-за паспорта, так он говорит, а в Америке вообще убивают на улицах, и да, как ты и сказал, но при этом интересно, что у него есть как будто бы вот эта ширма фейкового, что ли, сопротивления, он может позволить себе с Мизулиной там поспорить, но здесь не нужно быть каким-то особым храбрецом, его карьера точно никак не зависит от главы так называемой Лиги Безопасного Интернета. А понимаешь, в чем дело? Он как раз на этом и зарабатывает очки, да, то есть когда он говорит, что патриарх блевотный, или там в учечище сумасшедший дед, значит, скульптор, который спроектировал родину мать, памятник в Волгограде, да, ровно на том, что он не такой кондовый и методичный, как, ну, в смысле, как по методичке действует дедов для Владимира Соловьева, например, да, то есть что совсем, ну, как бы, дедам, наверное, только понятно и приятно. То есть это большая аудитория, конечно, да, но нужно как-то разговаривать с людьми, которые моложе сорока. И вот люди моложе сорока для того, чтобы, значит, нужно где-то базануть и сказать где-то Мизулину, назвать так, как мы не будем говорить в эфире, да, и сказать, что это, там, лига говна и так далее, и так далее, а это мы уже скажем, да, можно. И, соответственно, как бы человек получает таким образом уважение за то, что, ну, где-то же он говорит правду, ну, или где-то он позволяет себе смелость, значит, и когда он говорит про то, что война с Украиной это нормально для того, чтобы, значит, можно было ему летать в Одессу, наверное, это тоже, что-то в этом есть, потому что с Мизулиной тоже смешно, я думаю, что мы можем засекать время до того момента, когда они вместе сфотографируются, и он извинился перед ней, как перед Кадыром, потому что он также в интервью сказал, что, ну, вот, у него был пост когда-то, что, значит, зря Кадыров заставляет людей извиняться на камеру, значит, написал такой, ну, в меру смелый пост, да, вполне себе, да, раз Кадырову, а потом, после встречи с Кадыровым, он написал извинения и как бы сам оказался в ситуации тех людей и того беспредела, про который он писал, да, то есть, и теперь он говорит, что это нормально, и он объясняет, что, ну, я же лично познакомился с Кадыровым, а если у меня начинаются личные взаимоотношения, то мне уже несложно измениться, ну, так ничего не мешает ему и с Патриархом, и с Мизулиной завести личные отношения, с учащищем, наверное, только не получится, вот, но в целом, я думаю, что можно засекать время до того момента, когда вот он сфотографируется с Екатериной и, значит, выложит пост с извинением, и дальше все будет окей, ну, потому что, так или иначе, даже ему, чуваку, с синими волосами и вот, как бы, с позволением 15% оценивать то, как он думает, а не так, как он хотел бы понравиться властям или людям, которые ему дают контракты, вот, и вот эти 15%, они тоже так же, как и синие волосы, как-то вот исчезающая, как бы, мала вот эта возможность, когда можно будет это говорить и ходить с таким цветом на голове, если так все будет продолжаться, а он этот вектор поддерживает и призывает всех кивать этому и говорить, ну, окей. Да, а вот как ты объясняешь, понимаешь, что это не очень увлекательное занятие, ну, вот, что ли, его природу и мотивацию, зачем, казалось бы, этим всем заниматься, я помню, как незадолго до начала полномасштабного вторжения он так активно, активно очень долго, у него была какая-то речь длинная, войны не будет, американцы сошли с ума, Запад сошел с ума, просто сумасшедшие могут начать войну, она сейчас никому не нужна, невыгодна, и, в общем, крутил у виска, как многие, надо сказать, когда приходили сообщения о, со ссылкой на западные разведки, что Путин не просто концентрирует войска у границы с Украиной, но и готовит, готовится к нападению. Что сейчас с ним, при этом он, как бы, такой, с другой же стороны, он транслирует, что ему нравится путешествовать, нравится смотреть мир, как будто бы, у него есть эти привилегии, что называется, вот мы часто, когда обсуждаем возможность отъезда, понятно, что не у всех есть это возможно, не у всех есть привилегии, работы, еще что-то, у него как раз этот набор присутствует. Ну, слушай, мне кажется, что множество таких постулатов или тезисов, с которыми выступает российская власть, они как раз рассчитаны на то, что это речь для всего населения страны, но у людей, которые находятся наверху, есть привилегия пользоваться и благами западной цивилизации, или, не знаю, и, там, не знаю, человек, который борется с гомосексуализмом сейчас, новый, главный, это Хинштейн, ну, собственно, как бы, а ему тоже, как бы, позволение гомосексуализма, это, как бы, для него позволение такое существует, потому что он относится к элите, там другой с них спрос, да, то есть, раз ты стоишь за родину, значит, ты себе можешь позволить больше, ну, понятное дело, что люди пишут, что, там, на зарплате, значит, ему платят за эти методички, которые он произносит, ну, я думаю, что публикация вот этого фото, якобы, гражданство Юлии Навальной, это, как раз, чистая такая заказуха, ну, в смысле, мы видим такие работы, там, по сеткам Кристины, потупчик и так далее, ну, то есть, это просто такой вброс, и через 26 часов, когда, там, это все облетело, ты, как бы, извиняешься, ну, тебе не сложно, потому что, в общем, ты и деньги получил, и, в общем, что бороться за чужой фейк, да, но я думаю, что, понятное дело, что он получает от этого какие-то бонусы, да, ну, вот он и стал, там, каким-то творческим директором или как-то креативным директором ВКонтакте и так далее, и так далее, и, в общем, тогда, когда были дебаты на «Дожде» Навального с Лебедевым, он, Лебедева как раз в этом все упрекал, ну, я думаю, что, мне кажется, главная мотивация для него, это как раз то, что у него всегда была склонность к такому парадоксальному желанию найти вот что-то такое, что будет звучать вполне логично и что будет выбешивать окружающих, то есть, как бы, чтобы они тысячи комментариев тогда в «Дожде» навалили, сейчас у него все то же самое происходит, и это человек, который питается хейтом, но при этом, да, и получает удовольствие, конечно, того, как и мы сейчас ему кости перемываем, потому что на интервью с «Дожде» он также, то есть, я не знаю, у него был ли в момент хоть раз, чтобы, там, у него хоть пульс подскочил выше 80 ударов в минуту, потому что вот он просто ведет себя как такое хладнокровное, значит, животное, который просто смотрит, какую хрень он сейчас выкинет и какое-то впечатление произведет на его, там, не знаю, собеседников, оппонентов, зрителей, посмотрит, как их корежит, короче говоря. Мне кажется, что у него вот эта основная мотивация, ну, а то, что дальше ему какие-то должности, контракты или, там, не знаю, черный нал за что-то приходят, мне кажется, что это такой бонус, как бы ему прикольнее находиться в центре внимания и то, что мы дальше подыгрываем этой игре, ведемся на его троллинг. Слушай, спасибо, Илья, было приятно с тобой поговорить. Илья Шепелин, журналист, автор ютуб-канала Шепелин, был с нами в прямом эфире Дождя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова